Ну что ж, мы тут очень долго с Нарсултаном спорим по поводу здорового образа жизни, поддержания формы. И я думаю, что в этом вопросе есть люди, которые на самом деле не только вдохновляют, но и стимулируют даже к занятиям, активным занятиям спорта. Да, и на самом деле мне сейчас будет особенно приятно представить наших гостей. Это Артём Мишенько и Виталий Тарадин. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну и для того, чтобы наши телезрители сразу узнали, о чём пойдёт речь, это ваш проект «Сто пудов», создателем которым, ну вот идейным создателем которым является Артём. Правильно? Да, это была моя идея, в общем. Как давно вы, собственно, придумали этот проект? Проект был придуман именно под этим названием около четырёх месяцев назад. Но до этого я снимал свои ролики, они имели… Ну, то есть у них было другое название. А именно это название появилось четыре месяца назад, когда мы плотно работать начали именно с Виталием вместе. То есть вы, скажем так, организовали команду? Да, сейчас это уже команда. Буквально год назад я начинал это один. Просто с камерой снимал себя. А значит, получается, мы ваши видеоролики можем найти на Ютюбе? Да, в свободном доступе. Но ещё я хочу сказать, что теперь проект «Сто пудов» будет выходить также на нашем национальном канале. Ну и для того, чтобы наши телезрители воочию, скажем так, ознакомились с этим проектом, посмотрите отрывок, пожалуйста. Да, прямо сейчас. Сто пудов, сто пудов, сто пудов, сто пудов, сто пудов. Я заряжен на сто пудов, сто пудов Он заряжен на сто пудов, сто пудов Ты заряжен на сто пудов, сто пудов виталий вы являетесь ведущим этого проекта расскажите пожалуйста как это начиналось зарождаться как проект но как проект мы с артемом когда познакомились у артема уже была достаточно хорошая идея так как в этой области у нас стране к сожалению никто плодотворно не работал ну и с артемом и впервые сняли пробный сюжет где рассказали о гиревой тренировки сняли такое обучающее видео ну и постепенно пришли к идее о том что у нас есть очень много хороших и талантливых спортсменов нашей республики и нам было бы интересно показать ихнюю тренировку да то что люди спортсмены они только часть своей жизни показывают на соревнованиях а все результаты да вся основная деятельность остается за кадром кто не видит это под это кровь которую им приходится проливать ради достижения результата но вы мы с артемом сделали эту идею и начали ездить по залам искать наших спортсменов вести переговоры снимать с ними совместную тренировку среди народа это получило достаточно положительный отзыв ну и вот что мне больше понравилось обычно на ютюбе есть каналы они специализируются на одной области допустим это качалка тренажерный зал и они показывают как именно качаться а есть футбольные финты либо боевые искусства вот здесь у вас есть все я просто считаю что мужчина должен развивать свое тело духовность свою все вместе это какой мужчина как вообще он может называться мужчиной если он не развивает свою какую-то физическую структуру тела не развивает свой разум а это боевые искусства то есть мужчина он должен уметь постоять за себя и выглядеть на уровне сейчас я думаю по ту сторону экрана девушки женщины думают а как же мы но нам же тоже важно привести себя форм если у вас для женщин да поэтому сейчас и поговорим о той рубрике у нас есть отдельная рубрика ведет ее ксения ворожбаева где мы показываем тренировки именно для женщин с нашими именитыми спортсменками которые выступают в категориях боди фитнес фитнес бикини и так далее ну а если говорить о спортсменах как они сами относятся к такой инициативе сниматься в вашей программе как правило всегда они только за принципе никаких таких категоричных отказов у нас никогда не звучало бывают конечно люди которые не хотят работать именно на публику они об этом сразу говорят стесняются да то есть он говорит я не могу работать с камерой то есть я хороший спортсмен но я не могу работать но и получается равно как правило таких минимум значит работать только с нашими спортсменами сейчас у нас есть идея то есть и есть люди которые нам сейчас уже помогают и мы хотим конечно поехать куда-то в ближайшую заграницу, это как минимум Россия, Казахстан. Ну это хорошая очень идея. Мне интересно просто, есть ли такие, скажем так, спортсмены, которые сами просят, допустим, придите ко мне на тренировку, я хочу, чтобы все посмотрели, как они занимались. Вначале, конечно, этого не было. Вначале мы звонили всем, просто предлагая, нам спрашивали, вы кто вообще? Откуда? Мы вас не знаем, да. Сейчас, как правило, да, наоборот, у нас уже все расписано на ближайшие пару месяцев, кто когда с нами будет и о чем разговаривать и снимать. Сейчас уже стали активизироваться федерации нашей республики различных видов спорта, которые нуждаются в том, чтобы о них говорили, потому что есть достаточно неразвитые виды спорта, и они хотят привлекать больше народу. Ну а мы с Артемом поддерживаем, что любой спорт нужно в массы нести. Заслуживает внимания. Можно смело сказать, что подписчики вашего канала с каждым все больше и больше. Ну а вообще, если говорить действительно об интернет-пространстве, в котором вы сначала себя реализовывали, как вообще пришла идея, скажем так, выйти на телеканал у кого? Ну просто у нас, ну это моя идея, опять же, выйти на телеканал, просто у нас интернет-ресурсы, в том числе YouTube-каналы, они не так популярны, как в той же России и в Америке. То есть, чтобы о нас узнали, надо сначала выйти в медиа, и тогда уже будет развиваться YouTube, а не наоборот. Ну и одна из ваших рубрик, если я не ошибаюсь, была посвящена тому, как можно привести себя, скажем так, в форму, находясь вне тренажерного зала. Да, это одно из первых видео, которое мы снимали с Виталием на скорую руку на спортивной площадке в 8-м микрорайоне. Ну, мне нравится идея, потому что, ну, бывает все-таки, что у человека нет возможности, к примеру, посещать тренажерный зал, и будет ли продолжение вот такого видео? Ведь погода все-таки, климат позволяет, мне кажется. Да, у нас можно круглый год в Кыргызстане, в Бишкеке снимать уличные тренировки. Мы сейчас и с нашими именитыми спортсменами стараемся, если погода хорошая, выбираться на улице, то есть проводить что-то уличное, где минимум оборудования, да, и они по максимуму могут показать, как можно задействовать что-то из окружающей среды. О, камень! Да, то есть для того, чтобы быть в хорошей физической форме, достаточно всего лишь ограниченного количества времени и минимум оборудования. Ну, это не зря говорят, у спортсменов плохой погоды не бывает. Ну, и мы время должны тренироваться. Благодаря такому проекту спортсменам может стать каждый. Вообще исключительно для тех, кто хочет вот прям, скажем так, сделать себе мощное тело, такие мышцы прям подтянутые. Как у Виталия, да? Да, я смотрю на вас. Я вообще молчу на самом деле. Я и молчу. То есть только ли для них предназначен этот проект? Нет, проект в первую очередь предназначен для того, чтобы популяризировать именно спорт в нашей стране. То есть чем больше спорта в медиа, чем больше люди смотрят каких-то передач, там, я не знаю, промо-роликов о спорте, тем больше у них появляется желание именно пойти в зал, начать тренироваться, совершенствовать свое тело и так далее. Ну что ж, вот такой вот призыв к ведению здорового образа жизни. Кстати, у нас в стране в последнее время очень быстро и бурно развивается такой вид спорта, как кроссфит. Да. Насчет этого расскажите, пожалуйста. Вы увлекаетесь? Да. Я не занимаюсь кроссфитом, я тренируюсь отдельно с железом, то есть у многих это называется пауэрлифтинг. Я развиваю больше силовые качества своего тела. Ну и плюс мы с Виталием занимаемся боксом еще помимо этого. А вообще обязательно ли быть спортсменом, то есть заниматься какими-то еще видами спорта? Чтобы быть полноценным спортсменом, тем же боксером нужно быть чемпионом и по штанге, и по бегу, и по боксу. То есть ты должен не иметь никаких слабых мест. Ну а если говорить о вас, Виталий, каким видом спорта, я не знаю, вы начали заниматься перед тем, как, скажем так, прийти к этому? Ну я с самого детства всегда занимался спортом. У меня отец является футбольным тренером. Сам я из Караболты. В юношеские совсем ранние годы я начинал заниматься самбо. Потом немножко борьба была не мое, я был ростом повыше. Скажем так, пробовали. Меня всегда бороли, да. Я решил заняться боксом. У меня были длинные руки, мне было удобно. И около 6-7 лет я плодотворно занимался этим видом спорта. И когда с Артемом мы создали этот проект, мы решили сделать так, что Артем у нас будет представлять железную рубрику, а я буду представлять всех бойцов. И мы сейчас так и тренируемся. Я с бойцами, Артем у нас качается. Хотя уже в последних роликах у нас смесь пошла. И деремся, и бросаем, и качаемся. Хотя деремся. Я у спортсменов не могу не спросить. Естественно, вы, наверное, смотрели бой Макгрегор-Диэз. Что скажете об этом бою? Макгрегор молодец, я всегда его любил и уважаю до сих пор. И я уверен, что он подтянет немного бразильское джиу-джитсу и еще станет не раз чемпионом. Ну и если вернуться к тому, что по нашему телеканалу будет транслироваться ваш проект 100 пудов, в какой день можно будет увидеть его? То есть есть ли уже график? Да, есть график уже постоянный. Во вторник будет каждую неделю проект выходить в прайм-тайм вечером в 20.40. И повтор будет идти в воскресенье в 11 утра. Ну что ж, спасибо вам большое. На самом деле, очень хороший проект к призыву к здоровому образу жизни. Я думаю, это то, что необходимо каждому человеку. Ну что ж, напомним, что у нас в гостях были Артем Мищенко и Виталий Тарадин. Заниматься будем спортом вместе.